Владимир Путина 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 чтобы рождение и воспитание детей не означало для семьи риска бедности, резкого снижения уровня благосостояния. Вы знаете, что у нас уже предусмотрены выплаты на первых и вторых детей в возрасте до полутора лет. На первого ребёнка выплаты идут из федерального бюджета, на второго ребёнка семья может получить выплаты из средств материнского капитала. Сумма выплаты зависит от прожиточного и минимума ребёнка в конкретном регионе Федерации. От 8 тысяч рублей, скажем, в Белгородскую область до 22 тысяч рублей в Чукотском автономном округе. А в среднем по стране это более 11 тысяч рублей на ребёнка в месяц. Сейчас такие выплаты получают семьи, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человека. Пора сделать следующий шаг. Предлагаю с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов на членов семьи. Это позволит... Такие запросы есть у людей. Мы видим их прямо напрямую, даже в администрацию президента вступают. Это позволит практически в полтора раза увеличить число семей, которые получают право на дополнительные выплаты. В помощи государства смогут воспользоваться порядка 70% семей, где рождаются первые и вторые дети. Второе. Сегодня пособие по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы всего 5,5 тысяч рублей. Предлагаю уже с 1 июля текущего года повысить его до 10 тысяч рублей. Понимаю, конечно, что и это немного. И, тем не менее, такая мера станет дополнительной поддержкой для семей, где ребёнок нуждается в особой заботе. Третье. Доходы российских семей, безусловно, должны расти. Это серьёзная, комплексная задача. Подробно о ней ещё скажу чуть ниже. Но нужны и решения прямого действия. И прежде всего должна быть снижена налоговая нагрузка на семью. Принцип должен быть очень простой. Больше детей – меньше налог. Предлагаю увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей. Дополнительно освободить от налога по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого ребёнка. Четвёртое. Правительству и Центральному банку нужно последовательно выдерживать линию на снижение ставок по ипотеке до 9%, а затем до 8% и ниже, как это указано в майском указе. При этом особые меры поддержки мы должны предусмотреть для семей с детьми, разумеется. Напомню, с прошлого года для семей, в которых родился второй или последующий ребёнок, действует программа льготной ипотеки. Напомню, ставка для них 6%. Всё, что выше, субсидируется государством. Однако льготой воспользовалось всего 4,5 тысячи семей. Возникает вопрос – почему? Значит, предложенные условия в чём-то людям не подходят. Ну и понятно в чём, понятно почему. Семья, принимая решение о покупке жилья, строит, конечно, планы на длительную, среднесрочную, как минимум, перспективу, в долгую. А сейчас, получается, взяли кредит, начали его погашать, и льгота заканчивается. Потому что ставка субсидируется только первые 3 или 5 лет кредита. Предлагаю установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита. И ещё одно решение прямого действия. С учётом устойчивости и стабильности макроэкономической ситуации в стране, роста доходов государства, считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребёнок. А именно, напрямую из федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тысяч рублей из её ипотечного кредита. Решение демографических проблем, рост продолжительности жизни, снижение смертности прямо связаны с преодолением бедности, отмечает Владимир Путин. Глава государства напомнил, что в 2000 году за её чертой находились более 40 миллионов человек. Сейчас же около 19 миллионов. Но и это слишком много. Необходимо всем вместе сосредоточить на этом своё внимание, подчеркнул Владимир Путин. Опыт некоторых наших регионов показывает, что эффективно можно работать на этом направлении. Я назову эти регионы. Это Калужская, Ульяновская, Томская, Вологодская, Нижегородская области, ряд других регионов России. Показывают, что работающий механизм такой поддержки может стать социальный контракт. Так называемый социальный контракт. Как он действует, что это такое? Государство оказывает гражданам помощь в трудоустройстве, повышение квалификации. Предоставляет семье финансовые средства, кстати, приличные, речь идет о десятках тысяч рублей, на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела. И подчеркну, для каждого предоставляется индивидуальная программа поддержки, исходя из конкретной ситуации. При этом человек, который берёт эти ресурсы, он на себя берёт одновременные и определённые обязательства пройти переобучение, найти в соответствии с этим работу, обеспечивать свою семью, детей устойчивым доходом. В мире такой механизм действует и работает достаточно эффективно. И для тех, кто действительно стремится изменить свою жизнь, социальный контракт даёт возможность сделать это. Здравоохранение – ещё одна сфера, на которой акцентировал своё внимание глава государства. За последние годы построено множество медицинских объектов во всех регионах страны. Но и этого недостаточно. Владимир Путин считает, что до конца 2020 года медицинская помощь должна быть доступна во всех населённых пунктах России. Руководитель страны отметил, что необходимо в ближайшие 6 лет направить по борьбе с онкологическими заболеваниями не менее 1 триллиона рублей. Также Владимир Владимирович подчеркнул, что необходимо снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор». Острый вопрос для первичного звена здравоохранения – это дефицит кадров. Здесь надо, наряду с комплексным развитием медицинского образования, нужны меры, которые дадут быстрый результат, быстрый эффект. В этой связи предлагаю снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», чтобы специалисты старше 50 лет также могли получить единовременную выплату, при переезде на работу в сельскую местность или в малый город. Врачи – миллион рублей, фельдшера – 500 тысяч рублей. По мнению Владимира Путина, в последние годы люди проявляют все более высокие требования к вопросам экологической безопасности. И, пожалуй, самая болезненная тема – это ситуация с коммунальными отходами. По мнению главы государства, мусорными проблемами никогда не занимались. Но ситуацию необходимо исправлять. Обращаюсь к представителям власти всех уровней. Делает вид, что ничего не происходит. Уходить в сторону, отмахиваться от требований граждан абсолютно недопустимо. Эти вопросы трудные, конечно, но эти трудные вопросы обязательно надо решать. С этого года регионы начали переходить на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Но если всё сведётся к росту платы за вывоз мусора, это не работа, а профанация. Люди должны видеть, за что они платят немалые деньги и какие реальные изменения происходят. Нужно навести порядок в этой сфере, избавиться от мутных структур, которые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли, сваливая мусор где и как придётся. В ближайшие два года должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных проблемных свалок в черте городов. А за 6 лет и все остальные. При этом надо повысить долю обработки отходов с сегодняшних 8-9% до 60%, чтобы не накапливать новые миллионы тонн мусора. Глава государства коснулся и темы образования. По данным международных исследований, наши школьники добиваются хороших результатов и в гуманитарных, и в точных науках, подчеркнул президент. Всё это показатели качественных изменений в образовании. Но при всех достижениях нельзя оставлять за скобками и очевидные проблемы в этой важной сфере, отметил Владимир Путин. Доля школ с современными условиями обучения выросла с 12% в 2000 году. Было всего 12%, до 85% в 2018. Но порядка 200 тысяч ребят всё ещё ходят в школы, где нет нормального отопления, водопровода и канализации. Да, это меньше полутора процентов школьников. Но если родители видят, что их ребёнок учится в таких условиях, то все слова о справедливости, равных возможностях этих людей, что только раздражают. Обращаю внимание глав регионов, где есть ещё такие школы. За два года проблему нужно полностью решить. Мы можем это сделать. Знаю, правительство думает об этом, принимает определённые решения. Я вас прошу поддержать те регионы, где нет собственных возможностей пока. Также глава государства предложил с 2020 года запустить аналог программы «Земский доктор», «Земский учитель». В послании, помимо прочего, были обозначены и ряд других важных задач. Одна из них касалась внешней политики страны. Владимир Путин подчеркнул, что Россия была и будет независимым, суверенным государством, а добиться поставленных целей станет возможным, только объединив усилия. Светлана Томова, Новости 24.